Всем доброе утро! Нью-Йорк с вами! Май 2014 года. Девчонки, я сегодня вам хотела рассказать результаты моего похудения. Помните, месяц тому назад я показывала таблеточки, такие таблеточки зелёного кофе, которые я решила попробовать, что у меня получится с моим весом. Вот, потому что хочется чуть-чуть к лету похудеть, хотя бы чуть-чуть. Вот, но надо сказать, что я никогда худюшечкой не была. Я даже, когда была студенткой молоденькой, я всё равно такая в тельце была. У меня на генетическом уровне мама полненькая, бабушка такая в тельце была, по материнской линии и по отцовской тоже. Поэтому я как бы худюшкой не была, даже если я и спортом занималась, даже если я и физкультурой занималась в любом возрасте, всё равно какой-то вот предел у меня и всё. Больше, ну, никак не получалось. Вот. А потом, когда, конечно, любой женщине после 40 лет, между прочим, вы, наверное, может быть, заметили, что как-то вот фигура начинает меняться. Она как-то вот перераспределение жировой прослойки происходит. Вы, может быть, заметили, потому что вот недаром говорят там девичья фигура или женская фигура, да? Вот так говорят. Ну, так оно и есть на самом деле. А конкретно, вот, допустим, у женщины после 45 особенно появляется, как я называю, и не только я называю, спасательный круг так называемый. Ну, конечно, можно от него как-то избавиться, там, пресс качать, ходить в спортзал и т.д. и т.п. Ну, у меня нету времени на это. Я уже говорила об этом. Ну, нету у меня времени. Я помню, когда-то два года назад я ходила в Белли фитнес-центр. Ну, это, знаете, это надо полдня занимать, чтобы туда сходить. Просто я не могу себе это позволить. Вот когда я, может быть, когда-то работать не буду, когда я не буду работать вообще, такое время когда-нибудь настанет, может, я не знаю, настанет ли оно это время, тогда я не буду работать, пойду в спортзал и буду, там, тратить времени столько, сколько я хочу. Короче, девчонки, значит, я, что у меня за месяц произошло? Что касается веса. По весу я потеряла килограмма 4-4,5. Если я, там, убираю всякие погрешности, то у меня получается, что, значит, капсулы, вот эти капсулы, я иногда забывала пить. Их надо пить, например, утром, вот на голодный желудок, утром, со стаканом воды простой. Я просто, вы знаете, мне так противно пить было утром эти таблетки, на голодный желудок, со стаканом воды туда влить в себя. Я просто утром, ну, никак не могла. Поэтому я завтракала без таблеток, потом уходила на работу, там, когда уже проголодаюсь на работе, тогда я пила таблетку и запивала стаканом воды потихонечку. Ну, и также перед ужином. Иногда забывала, иногда нет. Но в итоге у меня, значит, я все-таки 4,5 килограмма сбросила, но я питалась, как обычно. А как я обычно питаюсь? Конечно, тортиков, конфеток у меня в рационе нет такого ничего. Хлебушек только со трубями. Но у меня поздние ужины. Вот это большой минус. Потому что я иногда с работы прихожу где-то в 9 часу вечера, а поскольку у меня семья, и мы садимся ужинать вместе все, я уж никуда открутиться не могу. Хочешь, не хочешь, а ужинать полдевятого надо. Может быть, немного, но все равно надо. А тут уже, как бы, и кровать недалеко. Поэтому вот это у меня не получается. Вот. Но, значит, сбросила я эти килограммы, и у меня с живота ушел такой маленький спасательный кружок у меня был. Он почему-то ушел у меня. Сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас мы к зеркалу подойдем, я продемонстрирую. Вот. Но я еще, конечно, хочу в домашних условиях пресс подкачивать. Лень мне, конечно, иногда. Лень, лень. Мне нужна плетка, мне нужен тренер в виде плетки какой-нибудь. Мне нужен кто-то, чтобы меня заставлял. Я вот такая какая-то лентяйка. Я не знаю, многие женщины, может, тоже такие лентяйки, но я еще и лентяйка к этому, в этом плане. Я лучше какую-нибудь книжечку почитаю. Или там... Ну, я пешком много хожу, конечно. Да, пешком я много хожу. И сейчас настанет потеплее время. Мы будем... Я на велосипеде, на Брайтон, туда на океан, на велосипеде будем кататься. Вот. Мы с подружкой вдвоем ездим туда, катаемся. Вот. Девчонки, слушайте, пока я не забыла, я хочу вам показать. Такой шикарный расцвел у меня под окном, расцвела. Ой, сакура. Такая расцвела сакура под окошком. Сейчас я вам покажу. Ой, тут у нас около нашего дома вот там частные дома, и это их как бы бэк-ярд, тыльная сторона. И вот здесь у нас каждую весну... Ну, красавица, огромная сакура цветет. Я просто балдею, когда на нее смотрю. Сегодня, правда, солнышка нет. Такая погода очень у нас пасмурная. Но на улице плюс 15, может быть. Но сакура меня просто умиляет. Я боюсь, что просто она может осыпаться, и я не успею вам ее показать. А вот те деревья вдалеке, вы знаете, они погибли. У нас был же Сэнди полтора года назад. Нас тут затопило. Вот в этих бэк-ярдах по пояс стояла вода. Вы не поверите. Нас затопило. Наш билдинг затопило аж весь первый этаж. Лабби вот весь затопил. И вот эти деревья многие у нас погибли просто. Мне так их жалко. Такие были красивые деревья. Наверное, их будут вырубать и будут... Ой, ну что-то новенькое посадят. Пока это новенькое вырастет, конечно, зелени у нас здесь не очень много получается. Но это сакура, такая махровая, такого очень красивого сирени розового цвета. Просто обалденная. Так что вот у нас тут такая сакура. Мне надо на окна занавесочки постирать, повесить. Я люблю все равно тюлевые занавески, потому что у нас... Ну, люблю тюлевые занавески. Они как бы уют придают. Вот. Сейчас я в зеркале. Посмотрим. Так. У нас, конечно, может быть, зеркало, оно... Ну, вот, вот, вот какая я стала. То есть у меня вот это место немножечко... Так, сейчас я боком повернусь. Видите, оно как-то стало более плоскенькое от этих таблеток. Я говорю, что я ничего, пресс особо не качала. Ничего я особо не делала. Я не знаю, как освещение, что-то у меня по-другому как-то все. То есть вот у меня... Бедрышки, конечно, у меня широкенькие, но ничего. Такая вот фигура. Вот. Так что... Сейчас я свет выключу. Может быть, как-то по-другому будет освещение. Вообще, вы знаете, девчонки, камера очень все искажает. Вы знаете, что она немножко даже прибавляет. Не знаю. Ну, вот так вот мы выглядим на сегодняшний день. Но я думаю, что летом я немножко еще чуть-чуть так все-таки сброшу. Как-то это... Ну, а так вот мы... Вот такие девчонки. Вот. Так что я не знаю, кто... Если кто хочет... Если кто хочет... Попробуйте с этими таблеточками. Может быть, вы более дисциплинированные по сравнению со мной. Может быть, вы будете эти таблеточки пить, как положено. Попробуйте. Потом есть какие-то еще... Ну, это кофейный, вот этот зеленый кофе, он все-таки не... Вреда никакого не дает. Поэтому я вот попробовала. Вот. Ну, все. Сейчас я пока с вами прощаюсь. Пойду дела остальные делать. Всех целую. Ну, несмотря на свою пухлость, у меня энергии всегда много. И я такая подвижная. Я очень такая... Как бы по жизни быстренькая, скоренькая. Поэтому я пока не чувствую полноты. Но все равно худеть надо. Ну, все. Пока целую я вас всех. Целую, целую. Пока-пока.